Сегодня у нас всем добрый день и тем, кто в зале, и тем, кто на той стороне провода. Я так понимаю, собрались и те, кто в музее, где она не опускается, и те, кто является клиентом, кто спаечка в нашей посуду пословищества, и те, кто планирует сад, где она не опускается. И сегодня мы с вами будем разбирать момент, те детали работы регионального предприятия, какие у него цели и задачи, какие перспективы, какие ему возможные будут заработки, то есть то, что компания планирует, как она планирует работать, какие продукты будут, чтобы у нас не было расхождений в информации. Потому что информация приходит разная и получается, как говорится, пересорбиться. Чтобы у нас не было постмазонных вопросов, попрошу сейчас подключить к мобильному телефону, либо поставить на дисточки. Первое, с чего я хотел бы начать, это с вопроса регистрации. Честно скажу, очень большой вопрос, потому что для большинства людей, даже прежде чем человек должен стать панчком 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 панчком. Что это означает? Каким образом проходит инвестрация? У нас, к сожалению, вот так же. Историнство поэтому, что акценалленность на том, как должно быть. Первые шаги, когда человек принял решение стать панчком нашей системы, он должен первое, что делать, написать заявление. Первое – это оформление заявления. Что означает заявление? Давайте так. Заявление о том, что он просит его принять члены попривительского общества. Могут ли не принять его члены попрившим? Не может. Могут. Любая организация имеет юридическое право, хоть страховая, хоть общественная, хоть банковская, может отказать человеку в том, чтобы он был членом этого сообщества. Поэтому, когда человек написал заявление, это не означает, что он стал панчком. Второй шаг. Второй шаг – это у нас договор. Договор. Договора у нас единая номерная база. Договор имеет всегда четыре ноля на сегодняшний день и затем набор цифр из четырех. 29, 36, 15, 84 и так далее. Когда человек пишет заявление члены попривительского общества, он еще не знает, на какую программу он становится. Поэтому здесь в договоре и в назначении последующего профиля он не указывает на какую программу. Он не может ее указать по одной простой причине. Он ее еще не знает. Я просто принимаю. Человек пишет договор, что я готов быть. После данной процедуры в течение месяца потребительское общество имеет право, точнее должно провести протокол собрания и принять пащиков члены потребительского общества. Только когда в протоколе вас внесли, то вы член потребительского общества. То, что у нас в системе, грубо говоря, мы принимаем практически всех, еще не было отказов. Но это не означает, что по процедуре принимают абсолютно все. Понятно, да? Сегодня пока что не было еще прецедентов, кого мы не принимаем. Но я допускаю вариант, что могут быть люди, в которых потребительство общества просто не принят члены потребительского общества. После того, когда человек написал договор, он оплачивает вступительный взнос. Не членский, не единоразовый, не паевой, а проследите, пожалуйста, чтобы в назначении платежа, когда человек делает третий шаг, было написано оплата вступительного взноса. То есть, это единоразовый взнос потребительского общества, который платится один раз и на всю жизнь. На сегодняшний день вступительный взнос 100 гривен. У нас иногда пишут, вступительный взнос согласно договора и здесь приписывают буквы. У нас вступительный взнос согласно договора, четыре ноля и набор цифр. Не МЭЛ, не ФП, не ФДФ и так далее. То есть, на это надо обращать внимание, потому что человек может принять решение сразу на какую-то программу, но в назначении платежа. Я очень прошу, товарищи региональные предприятия. Объясняйте нашим будущим паечкам, что вступительный взнос пишется где за фигущее. Следующий вопрос. Четвертый шаг. Когда человек оплатил вступительный взнос, куда он его оплачивает? У него же еще карточки нет? Нет. В договоре есть такое понятие, как реквизиты потребительства общества. Внизу в договоре у нас есть всегда реквизиты ПО. И там есть ЕДРПУ. Или ЛКПУ, одна без разницы. Ну вот. ЛКПУ, ЕДРПУ. У нас оно 398,75,442. Почему мы всегда требуем проплату до того, как человек получил карточку? Чтобы у человека был алгоритм и понимание, каким образом, в принципе, пополнить счет потребительского общества. Понятно, да? Потому что иногда бывает, что выдали сразу карточку. Он приходит в банк и многоуважаемые банкиры, работники банков, что делают? Давай я тебе ее пополню. И подкладу деньги сразу на карточку. Это нарушение процедуры. Понятно, да? Поэтому, когда человек сделал вступительный износ, после этого происходит протокол собрания, и человека принимают в члены потребительского общества. А на четвертом этапе он, по сути дела, что пишет заявление на программу? Вот только на четвертом этапе человек определяется с программой. Определятся программы РФП, ФДМ, МСО и так далее. У нас аббревиатура, да? То есть, каждая из этих программ, они описаны на сайте и имеют свою расшифровку. Так вот, когда человек написал заявление, только после этого небольшая кровь. Обращайте внимание, пусть сайт при вас и при вас всегда читают заявление. Потому что потом у нас звонят в Google Premium. А почему с меня сняли 100 гривен? А почему с меня сняли 200 гривен? А почему с меня сняли... Ну, то есть, когда человек не понимает, что с него будет браться абонплата, А в заявлении всегда это написано. Я согласен с предзаявлением, прошу плеть, согласен с абонплатой в размере 6%, но не менее 150. Пожалуйста, когда вы разговариваете с человеком? Если вы говорите, ты на 5000 заходишь на программу, у тебя будет 6%, но не менее 150. Вот он это прочитал. Он еще не понял, что 6% это не 150, это 300. Мы поголовно натыкаемся на этот вопрос. Вот просто поголовно. А почему с меня не 150, а 300? Потому что 6%, ну пожалуйста, во время заявления, чтобы нам не звонили в офис целыми пачками, обращайте внимание ваших людей, которые вы приглашаете на эти аспекты. Дальше, еще один момент. Дальше, как только человек написал заявление, после этого что мы делаем? Что он должен делать? Он должен делать платеж. Открутить программу. То есть внесение файла. То есть он вносит файл по программе. Внесение файла согласно договора. И вот теперь, вот здесь вот появляется английский, большими буквами НЛ- 400 допустим 2936 Что у вас получается? У нас очень часто получается. Программа написана где-то здесь, договор написан где-то здесь. Здесь, когда, если человек делает платеж, пожалуйста, номер договора программы, вот так пишет, то их обращает тоже на этот пример. Они мелочи, но потом бухгалтерия должна это все свести до кучи и, как говорится, потом отчитаться переналогами. Поэтому лучше, чтобы было написано внесение пая, согласно договора и дальше МЛ и так далее. Да, фамилия, имя, отчество и номер карточки. Потому что бывает так, что фамилию, имя, отчество написали, а номер карточки мелочи. А бухгалтерия открыла фамилию, имя, отчество, там где-то ошибка в номере договора и, получается, попался одна фамилия. фамилия. Куда деньги уйдут? На фамилию. На фамилию. Отказ на фамилию. Нет, потом, конечно, найдем. Но, зачем вас этого не хотят? Следующий момент. И только после внесенного паря человеком, шестой пункт, это выдача карты. выдача карты. Мне наоборот. Очень. нет. Потому что карта выдаётся на основании договора и программы. Если у человека нет программы, то зачем ему карточку? то есть, он говорит, как я пополню карточку, если у меня её ещё нет? Супер вопрос. Именно поэтому карточку выдавать после внесения денег. у человека отложилось. Не класть деньги на карточку. Может быть. Тогда, нет, одна карточка, но три заявления. Вот эти заявления, вы каждый раз пишите три заявления. «Прошу принять меня в программу НЛ, прошу принять заявление, прошу принять в программу ФПП, прошу принять меня в программу НСО или ФДМ и так далее». Всегда номер один и тот же, только вот здесь меняется, буквается карт УКРСИБА. на этапе заявления и внесения ПАЭ, вы можете получить и желательно, чтобы у вас был вот здесь, когда вы составляете договор, там вносятся реквизиты, ну, приватбанка на сегодняшний день. А если вы планируете пользоваться и так, в том числе УКРСИБА в банке, то либо в договоре у нас будут сейчас выложены, Сергей Николаевич, выложены будут с реквизитами УКРСИБА, договор. То есть человек выбирает, какая карта ему близко, с которой он хочет стартовать. А дальше он может просто вторую взять как вспомогательную, если ему удобно. Понятно, да? То есть человек на парадной программе может иметь две карты и две банки. Но карта УКРСИБА не выдается региональным предприятиям. Региональный предприятий просто записывает данные и передает в бухгалтерию. Потом узнает дату, когда человеку подойти в ближайшее его отделение. То есть вы должны у человека уточнить отделение, в котором он хочет получить эту карточку и через 10-14 банков в день, человек самостоятельно приходит и получает эту карту в банке. То есть не регионально ее выдает. Понятно? То есть вот эта вот выдача карты, активация, в данном случае не нужна. Почему? Потому что человеку просто нужно сообщить и проверить, получил ли он карту. Потому что деньги зайдут. Дальше. После внесения человека в банк. В том городе, в котором человек находится. В том отделении, которое он указал. Заявка на получение карты в УКРСИБАНКе также у нас появится в ближайшие дни на сайте. Сергей Михайлович. У меня услышали. Угу. Понятно, да? То есть вы просто выдаете и человек делает заявочку, там заполняет данные, там надо ИНН, там фамилия и так далее. Идет, отправляется в банк. То есть заказывает в компании. А потом человек приходит на отделение и он должен указать номер отделения, на котором хочет получить. Ну как, в новой почте. Но, наверное, отделение не новой почты. Что я сейчас оговорюсь. Не новая почта, где карта, поэтому. А именно УКРСИБАНК. Так. Если человек после внесения ПАЭТа. Точнее, после получения активирования, после получения выдачи, получения или активации карты. Региональный не сдаст сегодня отчетки. Но пока он не сдад отчет, забыл осказанный, клиенту ПАЭТа не придет ни копейки на его почту. Карта активируется. Карта активируется. На карту просто не зачисляются деньги. То есть она подвязывается. Дальше. Еще один момент. Мы сталкиваемся очень часто с тем, что скорость зачисления денег. Скорость зачисления денег. Первый раз. Первый раз. Человеку зачисляется после подачи региональных отчетов в течение трех банковских дней. ПАЭТа. Понятно, да? Почему? По сути, практика 2. И вторая часть. Те последующие со второго раза начинают. до шести поданная заявка, до шести, точнее до восемнадцати, давайте так, до восемнадцати, ноль, ноль, поданная заявка. То есть довели до восемнадцати часов. Деньги поступят на следующий день до обеда. То есть, грубо говоря, на следующий день до четырнадцати четырнадцати часов. Понятно. Если человек положил после восемнадцати, то поступят аж через суд. Понятно. Потому что банковский день у нас сейчас заканчивается в восемнадцати часов. И если человек положил позже, то, может быть, будет зачисление на следующий день, а может не будет. Понятно. Если человек говорит, а мне надо срочно? Окей. Срочно, без вопроса. Но срочно это будет стоить ноль пять процента, но не менее десяти гривен от суммы, которую человек завел и захотел получить. Понятно, да? Десяти гривен. То есть, завели тысячу или там пятьсот гривен. То есть, мне надо сегодня на сегодня. Вы позвоните в бухгалтерию МОЗКИ до восемнадцати часов. Не, если после восемнадцати, то уже без границы вообще. Прочно, не прочно после восемнадцати. Пока что у нас не обслуживается процедура. То есть, ночью никто в банк звонить не будет и не будет что-то делать. Если до этого времени, пожалуйста, просто с этой суммы не два процента будет снято, как у нас принято, а пол процента будет снято дополнительно плюс пол процента. Да. Засрочно. Два процента – это, в данном случае, заявление на именно ML. Если шесть процента, понятно, то шесть, там по СПП, шесть и пять. Если программа FDN, ну сейчас мы до них даем, то там просто 0,5 процента. Понятно. Итак. Надеюсь, по регистрации здесь понятно. По документации по регистрации. Вроде как на все моменты обратил внимание. Да. Следующий момент. В региональной, каждый день в будние дни включается ботов, грубо говоря, должен сдавать, если у него произошли зимовые регистрации, он должен сдавать отчет в бухгалтерии. Деньги. День в день. Почему? Потому что если вы сдали не день в день, то ваш спайщик не получит деньги. Если он сегодня внес деньги, он просто завтра не получит денег, если вы не сдали отчет. Понимаете, да? Далее. Далее. Раз в месяц отчет это отправка на почту, на почту Воспочка власти пластик. Субтитры делал DimaTorzok 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 согласно договора, внесение там средств согласно договора, и там у нас получается РП-Пиринария и номер 29-30. Понятно, да? Возможно, у нас в ближайшее время будет отдельный счет, на который будет работать оплата региональных. Оплата регионального представителя это как отдельный членский взнос, который платит 1000 гривен раз в месяц. Дается первых 60 дней. Не два месяца. Не с первого по 31-го, а с момента проплаты человеком регионального представителя ему дается 1000 гривен, ему дается сразу 60 дней. Если 15-го числа, значит с 15-го по 16-го через два месяца. Понятно, да? То есть ему дается 60 дней на раскладку. На оплату. Не на оплату, а на действие после оплаты. Так у него один месяц, а первые даются 60 дней. Понятно, да? Чтобы он мог набрать 50 человек и так далее. Я думаю, что давайте сделаем так. Любые исключения из правил вы согласовываетесь с бухгалтерией. Вот хороший вопрос, правильный. Любые исключения из правил, которые у вас есть, бывает так, человек приходит, говорит, а я бы вот хотел, но вот как бы вот завтра и так далее. Любые согласования, исключения из правил у нас происходят с бухгалтерией. То есть вы сначала обращаетесь в маркетинговые отделы в информационную поддержку, задаете вопрос, если он не противоречит, то есть не является, после этого звоните в бухгалтерию и говорите, как это было процессом. Понятно, да? Следующий момент, на котором хотел бы остановиться. По регистрации, надеюсь, здесь все понятно. Теперь дальше. У нас на сегодняшний день есть еще понятие регистрации, сейчас будет регистрация на сайте. У нас существует система, где есть мастера жизни, это производитель продукта. Производитель продукта. И далее есть различные сайты. И их будет много. Разных. То есть, к примеру, завтра, сегодня мы находимся в офисе FDM. Есть сайт у компании FDM. и сегодня наш продукт продвигается данной компанией. Что это означает? Это означает, что мы заключили договор и они продвигают наш продукт по своему маркетингу. флаку. Говорят, кто такие мастера жизни, а значит, какое взаимодействие они имеют, и так далее. Они продвигают свой продукт, то есть наш продукт по своему маркетингу. флаку. Есть проект твой авто. Он продвигает продукт мастеров жизни по своему маркетингу. То есть, продукт, то есть, дивиденды по продукту выплачивает компания мастера жизни. а продвигает брокер, то есть, организатор, который является посредником, который занимается агитацией, школами, презентациями и всем остальным. Здесь может быть все, что угодно. Завтра у нас могут появиться страховые компании, точнее, страховые брокеры, которые захотят нашими системами пользоваться. Возможно, какие-то, я не знаю, кредитные союзы захотят нас продвигать и так далее. То есть, таких компаний может быть правильное количество. Поэтому, когда говорят, а какой маркетинг-класс в мастерах жизни? Я говорю, одноуровневый. Почему? Здесь есть региональный, а есть клиент. Больше ничего нет. Многоуровневая система есть только для региональных компаний. Понятно, да? Для региональных я расскажу. есть вот здесь мастера жизни, сайт сегодня заканчивается, и он будет работать для региональных представителей. Региональный, пригласивший региональный. Здесь будет маркетинг-класс. Но это, опять же, продвижение продукта мастера жизни. что такое региональный предприятие? Это, по сути, франшиза. Это тоже программа, как email, как FPP, но как любая наша программа, региональный предприятие, это, считайте, еще одна программа. Потому что мы даже заявление пишем, согласно договору, пишем, FPP, и так далее. Понятно? Поэтому это будет продвигать эту часть. Теперь хотел бы обратить внимание на каждую из программ. программу. Как работает маркетинг-план регионального представителя? Что получает региональный представитель? Региональный представитель. У него есть несколько источников дохода. Первый источник дохода. Он является клиентом, в случае, если он является клиентом, то он получает любой доход согласно программе. Не может. Может ли региональный представитель не иметь хотя бы одну программу? Любую, какую хочет, но хотя бы одну должен иметь. сразу хочу сказать, региональный представитель, придя из любого брокера, из любого брокера, автоматом становится региональным представителем во всех брокерских компаниях. продукт, он должен знать каждый компания, который будет продвигать. Почему? Дело в том, что ему вообще все равно этот маркетинг план. Региональному представителю, по сути дела, тот маркетинг план, который там идет, ему все равно. Он не приглашал там приглашают другие люди, там агент и строит сети, он не получает дохода, он получает доход за выдачу карточек. Поэтому второй источник дохода, это то, что 10 гривен получает от мастеров жизни в месяц, если человек просто является агентом. Региональный может быть агентом? Да, потому что он не может стать региональным, пока не стал агентом. пока он не написал заявление стать агентом, он не может стать региональным. То есть он вот своих вот этих 10 гривен начинает получать каждый месяц за выдачу карточек. Скажите, пожалуйста, какой компании можно выдать карточку? В каком брокере люди будут выдавать карточку? Во всех. Если он получил карточку в HDM, то без разницы пришел он в твой авто, у него карточка уже нет. Он просто подключает еще одну программу. Погнал дальше. Сейчас мы до них зайдем. Третье. Третье это за здесь человек получает, если подключил лично. То есть это лично. а вот 20 гривен в месяц уже получает доход региональный представитель. Уже как региональный представитель он получает. 20 гривен не важно в какой компании и на каком уровне в параллельной ветке и не в параллельной ветке. неважно кем вы приглашал человек важно что на вашей территории или вы ее обслуживаете вы выдали карту. 20 гривен в месяц. Один раз выдали карту и 20 гривен ежемесячно вы получаете. Понятно, да? Четвертый вид дохода. Для того чтобы здесь хорошо на третьем виде дохода хорошо дорабатывать пожалуйста может ли быть у регионального представителя 10 агентов. 10 агентов реально пригласить которые не надо ничего платить просто заинфицироваться взять карточку и написать заявление на то чтобы выкидать. Здесь можно. Умножаем на а каждый из них может до месяца пригласить 5 клиентов на 5 и умножаем на 20 гривен в месяц. Получаем тысячу гривен в месяц. Вопрос следующий. Это первый месяц при условии всего 10 агентов и 5 клиентов. Но может ли 10 агентов каждый месяц приглашать на 5 клиентов? А может ли у регионального появляться новый агент в сети? Появляться почему? Агенты тоже получают доход и по сетевому маркетингу получают свои доходы тоже приглашают агентов. Агентов у регионального может быть хоть 100, хоть 200, хоть 1000. И все они принадлежат его региону. И кто бы из агентов не пригласил человека каждый месяц даже в этом случае на следующий месяц опять 10 агентов на 5 клиентов и на 20 гривен в месяц 2000 уже то есть 1000 мы получаем в месяц за второй месяц у нас появляется 200 то есть каждый месяц у нас природа в 1000 будет региональный представитель имеет территориальную привязку сегодня мы разрешаем регистрировать где угодно а вообще региональное представительство имеет территориальную привязку то есть на твоей территории кроме тебя никто не сможет подключить человека какой бы агент какой бы другой сети приехал человек с Киева в город Запорожье и на вашей территории начал подписывать людей может такое быть он сеть строит он же сетевом маркетинге он сеть строит пожалуй строит но когда как только человек сказал я хочу супер вот адрес регионального представительства иди оформляю карту понятно да то есть агент получит своих 10 гривен и все по маркетингу а региональный получит свои 20 и будет получать каждый месяц понятно да следующий момент четвертый 1% от товарооборота ваших клиентов то есть пайщиков товарооборота от товарооборота пайщиков у бизнес партнеров то есть если ваш пайщик пришел в тот же допустим МТМовский магазин или в магазинке с которым мы заключили договор или на адрес с которым у нас заключен договор и потратил там деньги то кроме 20 гривен гарантированных за его работ ну за его потребление вы имеете 1% от его потратенной деньги понятно да потратил он 3000 гривен на АЗС получили 30 гривен потратил 5000 получили 50 гривен то есть 20 гривен плюс 50 гривен если он 5000 потратил потратил он 10 тысяч значит 100 гривен то есть вот этот доход будет постоянно расти понятно да и не важно в какой глубине параллельной ветки или еще где-то у вас этот человек 5 источник дохода 5 источник дохода 20% 20% от скидки бизнес-партнеров для примера если к примеру вам дали мы нашли парикмахерскую которая дала 15% скидки то есть грубо говоря с 1000 гривен 150 гривен то ваших 20% умножаем на 20% получаем 3% то есть от 1000 гривен 30 гривен ваших человек каждый месяц приходит туда без границы в параллельной ветке в параллельного регионального представителя даже не вы ему выдавали карточку он ехал с Киева в Крым заехал в Запорожье подстригся рассчитался нашей карточкой по системе уехал бизнес-партнер получил 1000 гривен вы получили свои крыльцы сколько бы этот бизнес-партнер не делал продаж нашим клиентам вы со всего получаете процент понятно шестой вид дохода шестой вид дохода это 500 гривен единоразово за подключение регионального представителя то есть первый раз это касается вот тех 60 дней точнее первые тысячи человека первые тысячи вот он первую тысячу заплатил на 60 дней вы с нее получите 500 гривен он заплатит второй раз не получит ничего понятно да? второй, третий, четвертый, пятый, двадцатый, тридцатый раз вы будете платить вы здесь не получите никаких но вы оттуда будете получать седьмой вид дохода седьмой вид дохода десять процентов от дохода от третьего дохода от третьего давайте так от третьего дохода что это получается двадцать гривен на любом уровне человек заплатил вы получаете десять процентов то есть две гривен для примера вы региональный представитель пригласили регионального представителя он пригласил регионального представителя сразу хочу сказать здесь может быть неограниченное количество людей между вами ну то есть по сети в сетевых компаниях может быть сколько угодно он в сети может быть у вас на сотом уровне а в региональных на первом понятно что это означает если он у вас он строит свою сеть клиентов он получает своих двадцать гривен с каждого вы получаете десять процентов то есть две гривен этот строит своих то же самое две гривен и так далее то есть если к примеру они даже выполняют вот этот план по где я тут рисовал десять процентов тысячу ваших сто на второй месяц каждый из региональных заработал две тысячи ваших двести на третий месяц ваших 300 это четыреста четыреста пятьсот семьсот семьсот восемьсот и так с каждого регионального до десятого уровня глубину извините меня за год они выходят на двенадцать тысяч ваших тысяча двести если у вас сто региональных то на тысячу двести можно уже не просто снижать понятно вот это виды доходов регионального представителя которые идут сегодня официально нашей компании вот этот маркетинг план будет строен на нашем сайте мастера жизни понятно да потому что региональный приглашает региональность здесь вопросы есть? пересмотрим несколько раз этот материал и потом уже не перерывается уже много делаем маленький перерыв ну если не переваривать то надо сделать перерыв записан и потом все будут учить плавные так скажем теперь следующий момент следующий момент это каждая программа давайте с вами разберем первая программа я начну с той программы в офисе которой мы сейчас находимся то есть FDM то есть когда мы с вами пишем прошу принять пайщики согласно договора английские большие буквы FDM тире четыре ноля и поехали как она выглядит что это за программа и с чем ее едят family digital market хорошо давайте так семейный интернет магазин написано территория выгодных что это такое здесь в данном случае есть сеть магазинов которые на сегодняшний день входят в сеть партнерских магазинов FDM market продуктовые фронтоварные одежда и так далее их будет каждый раз все увеличивается 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 количество в данном случае человек приходит и говорит я хочу в эту программу что мы предлагаем мы предлагаем человеку стать членом клуба для этого человек регистрируется на сайте FDM market на сайте регистрируется и получает там реферальную ссылку и так далее далее что у него здесь происходит здесь происходит следующее это вы если вы потратили 3000 гривен у наших партнеров купили продукты автоматизм и так далее то ежемесячно получаете пассивный доход от 0 до 150 почему потому что в отличие от других программ данная программа рассчитана на расход средств только в партнерских магазинах у которых у нас достаточно большой зазор в прибыли понятно да то есть человек потратил на второй месяц опять потратил 3000 гривен уже до 300 гривен в месяц грубо говоря на 20 месяц по данной программе на 20 месяц человек потратил 3000 и получает уже до 3000 гривен в месяц это чуть меньше двух лет дальше по сути дела что условия доработанная служба понятно да но это при условии если человек тратит только в магазинах которые входят в сеть FDM маркет FDM клуба только здесь на сайте FDM маркета можете взять список по базе где они находятся а также через интернет следующий момент следующий момент если в данной системе есть маркетинг план он вносит следующее участвовать вы не обязаны но знать информацию о том как работает данная система должны как региональный пункт у вас может быть максимум 3 человека в первой линии и от товара оборота каждого из участников вы ежемесячно получаете 25 гривен cereal с цене до 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 Продолжение следует...